Итак, у нас игра за третье место, бретонцы против хаёв, рингтейл против дебошира, дебайсера и всё-таки хаи ставились в деф, соответственно, бретонцы у нас в атаке. Алло, привет. Здравствуй. Так, скажи ещё что-нибудь. Здравствуй. Да, тебя отлично слышно. Отлично слышно, шикарно, я-то как рад. Так, у меня сейчас эльфы думают. Переставляются у меня эльфы в перфект дефенсе. Да-да-да, и думают между этими делами. Ну вот сейчас левый фланг на лосс выстраивается. А ты со стороны бретов смотришь, да? Да, ну со стороны владельца стадиона. Владельца блудбола. Владельца блудбола, да, великого. Ну что, ты за кого болеешь? Я понимаю, что это глупый вопрос, но чтобы у нас этот баланс был, давай за кого-то болеешь. Я не знаю, я за хаёв болею, потому что их меньше. Как их меньше? По правилам 11 на 11. Да, я думал 12 на 12, кстати, судя по тому, что на поле происходит. Это странно. Нет, на поле это по 11, но имеется в виду, что... А почему их меньше-то? Ты имеешь в виду, что у них меньше не лонеров, но эльфы по податуре своей одиночки. Всё логично. Я так понимаю, что бритонец прикупил крестьянина на свои. Собственно, и у эльфов получилось то же самое. Интересный выбор. Все взяли по игроку, в смысле, на свои деньги. Паази, спасибо за активацию премию. Так, смотри, у меня пошёл первый удар по времени, что у тебя всё нормально? То есть, нормально, да? Ну, мы не можем здесь рассинхрониться, прямой эфир же. Да? Ну да. Это странно, это странно. Ну, я обещаю тебе, что мне будет много рассинхронных. Ну, у тебя, да, бывает. Чини. Чини. А непонятно? Непонятно, методика починки непонятна. Мольбы и медитация. Иногда отрицание, потом упрашивание, угрозы и принятие, наконец. Ещё один удар будет. Без блока, крестьянина. О, он собирается нести мяч четырёх сильно. В принципе, для эльфа это может стать проблемой. Да, стрипбола нету. Донтлиса нету, но есть сильный удар. Умер. Умер. Да и вообще, последний матч для эльфа оказался достаточно серьёзно опустошительным. Давайте, можно? Да, Мордесов, конечно, можно. И спасибо, Мегамайн, за подписку на Кремлун. Ой, спасибо, Мегамайн. Так, ссылку на твой канал я дал. Если, ребята, вас, алармы будут беспокоить сейчас к зрителям, вы переходите на канал СТБ, там тот же самый контент, скорее всего. Скорее всего. У нас другой блудбал. Вот, да, но без разрывов. Так, Блиц пошёл в Крайнего эльфа. Безумный не пробил. Это во Мнезавры без МБ. Они не пробивают каждым ударом. Завры тоже не пробивают каждым ударом. Только скинки. Практика показывает обратно. Крепкие рути. Крепкие рути. Бритонец не жалеет. Шурхенды явно сработали. Передал. Доставил мяч. Что у эльфов есть? У эльфов, в принципе, команда блоджеров. Ну, то есть, есть несколько блоджеров. И есть один сильный удар стаклом. Собственно, всё. Всё остальное это обычные эльфы. Четыре блоджера, пара блоков. Нет, да. Четыре блоджера, два блока и один додж. И один армор. Ну, армор может сыграть. Надо сказать, что этот армор будет агрессивнее маршать притонцев. И это периодически. Так, у меня рассинхрон, судя по всему. Первый удар пошёл. Пошёл, да? С пробитием, кстати, по гардотаклеру. А пробитие это что значит? Ну, просто пробитие. То есть, звёздочек. Оглушён. А вот то, что он один забегает с этим же кетчером. Да, вот мне кажется, что могут сожрать. Семиарморного кетчера. Тем более, там рядом таклер стоит уже. Поглядывает. Два грязных крестьянина, кстати, на поле. И всё-таки британские блокеры с таклом очень хорошо валят любого эльфа. А тут таких блокеров, по-моему, даже два. А нет, один раз пробился, а второй стоит. Я думаю, он замарчит этого блокера. Скорее всего, вот этот Гуй Дедзисевлюф, он бы, да, замарчен. Потому что, ну, собственно, это... Он уже помарчен лайнером. Да, 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 это лучший игрок для валения любого эльфа. Привет, Джекельф. Не, ну есть тут ещё второй, но он валяется с пробоем. Нет, я буду валить за бритонцев для баланса. Грандсет. Ски. Чарльз Грандсет валяется как раз пробоем просто. Ну, он поэтому и выбрал, я думаю, его целью Блица. Потому что это один из немногих игроков, которые можно остановить. Вот. Буду валить за бритонцев. Они тоже, на самом деле... Нет, он ведь безумный бритонец. В принципе, мне он нравится. Силовой бритонец мне нравится. Грязные крестьяне мне нравятся. Они явно хорошие игроки. Какой из грязных крестьян тебе больше нравится? Ну, наверное, тот, который поближе к тому, чтобы зафалить. То есть, hands on team. Это же пытается взять преимущество в центре поля. Ну, как бы, пока что он немножко разделил, так, бритонию на два лагеря. Слева четыре. И остальные справа. Ну, и справа, получается, чуть больше, да? Тут пятеро и один лежачий полицейский. А, нет. Слева даже. Даже пятеро слева, получается. Пятеро справа. Ну, это из-за того, что еще два игрока стянулся на мяч. Довольно далеко вглубь получилось, что... Бритонцев как будто меньше, да? Хотя, вроде, пробитие пора... Ну, в смысле, пробитие, конечно, тоже немножко повлияло. С другой стороны, с левой стороны тоже... С левой стороны поля все равно пятеро эльфов. Собственно, здесь пять на пять получается. То есть, во скорости команды примерно равные. Перестраиваться будет... Ну, эльфы получше перестраиваются из-за делы, да? Но так это по полю бегают примерно с такой же скоростью. Хотя кетчер. Кетчер есть кетчера. Блин, говорит, что бред в опе. Я думаю, что это не совсем так, потому что мяч несет четырехсильный бритонец. Я думаю, что даже с большой вероятностью против двух эльфов мяч удержит. Он еще и блоджер при этом. Блоджер сайдстеп. То есть, на отвазке совершенно навыки. Выталкивание есть... Ну, так. Выталкивание два раза в один куб очень опасный бросок, и вылез придется тратить. Поэтому выталкивание... Причем даже не два раза в один куб, а вначале в один куб, а потом в полкуба. Нет, почему? Можно на краешек подставить еще одного игрока. Ну, то есть, получится, что ты садиваешь трех игроков на то, чтобы получить преимущество в том месте поля, где тебе оно сейчас не нужно. Ну да. И щеблит сратишь на это дело. Да, да. Ну, допустим, если на правой части можете не найти себе на след для блица, но... Не знаю, я насчет этого выталкивания не уверен. Очень рискованное и... Главное, собственно, свой собственный игрок тоже выпадает сразу, где они вдалкивания. 1 на 1 по пробитию. Ну, это лонеры. Они не особо любят играть. Ну, да, да. Но они, надо сказать, что самые храбрые ребята. Они выполняют все самые рискованные задачи. Маршать козлоубийцу. Подставляться под фолл. Маршать бугаев тоже лонеры идут. Храбрые. Надо сказать, что для одиночек они слишком храбрые. Жалко, недостаточно прочные. Как орочи, например. Не знаю, не знаю. Эти... Как орочи, они очень медленные. Привет, Венегат. Стоит просто между двумя гордами и говорит, выбивает минус 2. А у эльфов нет врестлера. И потому что все в рестлере рестри больше, типа, дибли в прошлом году. Вчера. Это было как вчера. Вот, поэтому получается, что в действительности мяч убивать в такой ситуации очень сложно. Пока за счет чего-то эльфы не получат большого преимущества на поле. Повалил. Все, повалил и с сильным ударом. Да, перевернул. Ну что, просто убить кетчера и все будет хорошо? Да, я согласен. Я согласен, что сейчас вся игра, борьба за преимущество у эльфов идет через 100. Сможет ли кетчер выбить, ну, условно, крестьян парочку или, может, даже блокеров с городами. Ну, крестьяне могут еще и сами себя побивать. Все-таки седьмой армор. Это они любят, да. У тебя сейчас что происходит? Манят думает, притонится. Побежал к крестьяне. Куда же он побежал? Он вниз и влево встал от меченосца, прям в упор. Мой крестьянин думает, поэтому я перезахожу. Да. И двоечку словил в 1D-блок. Вот я не знаю, я вижу, часто делают крестьянами без блока 1D-блок. Я видел это, ну, регулярно, честно говоря, вижу. Мне кажется, это очень рискованно. Когда Норсы все-таки имеют существенно более высокий шанс. И Френзер сломан. За что он сломан? За силу. То есть совсем сломан. Аптечка, значит, подрядчик. Да, аптека выбежала и починила. Так, вижу, да, крестьянин упал. Просто очень опасно бросать крестьянами без блока, по блокер. Даже по-пустому опасно бросать, потому что ботдаун для крестьянина – это большой минус. Как минимум, в броне проигрывает. Да, обычно, да. Даже если не проигрывает, шанс, что улетит все равно очень большой. Тебе же важно, чтобы они были. То есть там условия была. Ну да, сложно представить линейку, которая была бы хуже, чем крестьянин для этой ситуации. Так, эльфы потихонечку перебивают бретонцев. Нельзя сказать, что бретонцы к этому не привыкли. Но имеется в виду, что в целом бретонцы должны были к этому привыкнуть. Бетонская свинья против эльфийского ветра. Не было грубо. Да, блиц, скорее всего, будет каждый раз кетчером, потому что он самый большой. Самый высокий шанс на выбивание, по крайней мере, игрока. Ну, так. И все-таки восьмая броня, которая хрустит периодически сама. Слабовато. Он готовит, копит энергию. А какой рукой он бьет, кстати, в перчатки или без? В перчатки. То есть, может, у него в перчатке еще там... Кирпич, например. Кирпич или настоящий коготь. В смысле. Что-то вроде орковского кастета, я имею в виду. Не-не, скорее кирпич, как этот... Как он называется-то? Мультик, помнишь? Пластилиновый... Только не бои насмерть, а такой пластилиновый... Наш старый отечественный мультик. Пластилиновый бокс. Ну да, я, кажется, видел. Я плохо его помню, но я, кажется, видел. Там вот как раз кирпич был в перчатке. То есть, эльфийский, на самом деле, очень сильный. Он все время держит на полу вытянутой руке. Ну, то есть, согнутый, но на отставленную сторону. Кирпич. Он реально очень сильный. Копит в силу удара. И крестьянин вылетел. На нокауте. Это так, но я боюсь, что у бретонцев нет выбора. Вот когда у эльфов есть выбор, чем быть камнем-то, водой или ветром. А у бретонцев это просто бретонская свинья, которая идет вперед и надеется, что ее не перебьют, пока она идет. Кстати, среди всех команд восьмиарморных у бретонцев самый странный армор. Чаще всего вижу выбитую эту команду. Ну, все-таки не надо забывать, что у нее большая часть команды восьмиарморная, и из-за этого она часто в меньшинстве. А силовых навыков мало. Из-за этого она часто в меньшинстве еще и проигрывает. Ну, то есть, получает больше по лицу. И получается, что вроде команды восьмиарморная, ну, то есть, хуманы, да, которые все восьмиарморные, и у которых нормальных силовых навыков, ну, то есть, понятно, что примерно столько же, на самом деле, хотя огур есть огур. Вот, и бретонцы, которые на них, ну, в принципе, наверное, похожи, в среднем по статам. Ну, вот. Формально их на поле минус два, минус три, я думаю, регулярно. Нет, да даже если Кристиан не учитывать, там, те же блокеры достаточно частенько разваливаются для своего восьмого армора. Не знаю насчет этого, потому что мне кажется, что просто они чаще получают из-за, опять же, того, что их меньше, из-за того, что у них там не очень много сильных ударов, из-за того, что... Из-за того, что они валяются, на самом деле, и сами никого не бьют. Так, у меня думает притонец. Да, да, думает. Там в центре только поднял дноу-блокер и бриф пошел. Нет, мне, вот я когда смотрю на бретонцев, мне они нравятся, а вот когда начинаю играть, мне очень нравится. Надо будет поиграть, конечно, еще где-нибудь за бретонцев, когда мы с вами сочекать от мира. Ну, сейчас же есть Infinity Crunch, в который тоже можно поиграть. А, там я за орков играю, там у меня все хорошо. Нормально, кстати, несмотря на то, что вроде бы Эльфов на поле уже больше, да, этот бретонцы... Бретонский кулак продвигается постепенно. Да, да. У меня опять думает притонец. Да. Вымеряет. Нет, Мэнк, я не решил за дедушку реролиться. Я за дедушку точно поиграю. И, в принципе, наверное, на углу это моя любимая хаоситская команда после крыс, если считать крыс за хаоситскую команду. Ну, Ренегат, знаешь, когда бретонцы получают, а потом еще и выиграют, это скорее исключение, на мой взгляд. Обычных просто доедают. Да. Вот у этого бретонца хорошие игроки, то есть Блицеры получились, ну, на загляденье, все три. Это четвертый. Ну, в общем, все три. Мне все равно. Это оптимизация ТВ, поэтому где-то четвертого. А, то есть четвертый нет, потому что он слишком слабый. Ну, смотри, у одного дубль, у второго дубль, а у третьего мало того, что дубль. Хотя там, скорее, может быть и дубль на муве, но еще и плюс сила, которая тоже дубль. Да, да. Да, да. А я не знаю, мув, да, мув может быть точно. То есть тут накидано. Опять 1д, и опять крестьянин на этом лажает. Так, сори, сори, у меня все думают. Так, Дронг, ну это бывает. Все-таки, если ты играл в нафиг, то, скорее всего, тот хаос просто... Только трапу воспринимал за результат, а работу с мячиком вообще не воспринимал. Хитро, кстати. То есть бретонцы идут не свиньей, там, не клеткой, а змеей. Бретонская змея? Да, бретонская змея. Они выстроились близко достаточно к правой кромке и идут редком вчетвером. Дальше, мяч. Блицер-блокер, блицер-блокер. Отработанная за 20 партий стратегия. Эльфы тоже подстраиваются. Смотри, эльфы поняли идею и следуют ей. У меня пока что-то... Только поднялась линейка. Да, мне тоже поднялась. Но имеется в виду, что один эльф выстроился спереди, другой сзади этой всей процессии. И сейчас, скорее всего, будут налипать с лица. У эльфов, правда, всего один такл. На самом деле, против этих бретонцев это может сохранять решающее значение. Вот, например, сейчас можно было бы ударить блокера, давать два куба. А, скорее всего, придется валить Бернарда Олда. Угу, без стакла бьет Бернарда как раз. И, ну, в принципе, тут безрайя деться. Угу, хорошо. В стрелочке. Наверное, порадовался, что... О, странно, что он сюда отступил. Я думаю, что на край к краю будет жаться. Ну, не обязательно, на самом деле. Это уже хороший удар. Подставит второго гарда и... В принципе, найдет чем-нибудь нормально. Эльф, смотри, смотри. Храбрый, храбрый эльф с святой броней. Просто лезет ко всем в контакт и говорит «Пейте меня». Ну, может, он что-то знает. А он, скорее всего. Да, самый левый эльф должен убежать. Согласен. Мини-столбик такой из одного эльфа. О, зато две шестерки нашел. Сочнее нашел две шестерки. Интересно, что силовой блицер может просто на пофиг бежать вперед. И вроде это нормально даже. Вполне нормально может сработать. Не, если он на пофиг будет бежать слишком много, то все-таки найдут на него один куб хотя бы с таклом. А так вот, прикрываясь двумя гардами, то все. Легко и просто. Нет, Сид, все-таки у меня до последнего тура были хорошие шансы. Не надо договариваться. Там, пользуясь тем, что мы с тобой общаемся, в чате говорят про меня всякую ерунду. Девятый армур, проверяем. Интересно, сколько раз за матч сработает Девятый армур? Можно пропустить пару ударов, надо было следить. Ну, будем считать, что там были троечки, четверки, что он не сработал. Ладно. Отлично сработал. И сейчас ты сработал, да. Прекрасно сработал Девятый армур. Тридцать ТВ. Нет, ну, по крайней мере, этот Эльф легко решился на ту задачу, на которую его послали. Восьмой армур, лонер. Нет вопросов. Они привыкшие. Уверен, что Megamind, она из этой конфессии, чтобы по ней поминальные службы у нас спели. Интересно, а вот девочки еще есть у кого-нибудь? Потому что по индусам, там, как бы, команды равны. Ну, именно, если внешне смотреть. Строения никакого у нас зданий нет. Но есть по одному игроку. Есть ли еще девочки? Интересный вопрос. Там надо смотреть на то, что у них было в запасе. Я точно не знаю. Я точно не знаю. А если есть девочки, не выгоднее ли было взять взятку? Не знаю. Это сложно сказать. Бретонцам вполне, возможно, выгодно. А Эльфам, скорее всего, нет. Эльфам, скорее всего, выгоднее было бы взять девочек. Потому что... Ну, потому что у них игроки ценные. И разменивается их... Ну, жалко. Ну да. И, соответственно, бретонцев, которые грязные. Итак, что происходит? Бретонец думает у меня. Да, размышляет. Хорошо. Забачья смерть. Эй, полегче. Она была звездой. Пошел в четырехсильный. Угу. Выбрал более защищенное место. А вот додж не удался. А, ну что я могу сказать? Хорошо, что бретонец не улетел с поля с травмой. Не ожидал я доджа, если честно. Интересно, в кого он еще был. Он был, скорее всего, в центре. В линеечку, которая сочнее. Чтобы перестроить еще блокера и создать такой экранчик с левой стороны. Могут ли сейчас эльфы придумать три куба? Ну, три куба. Два куба у этого блицера. Один ассист вижу. Эльфа города нет. Нет, ассиста даже не вижу. Потому что, в данном случае, поле, с которым будут бить... Ну, один куб вроде можно сделать. Да, один куб можно сделать. Или нельзя? Не, нельзя. Смотри. Нельзя. Слишком хорошо лег. Да, да. Одно поле для ассиста. И во всех остальных местах стоят ребята. То есть с стаклом нельзя. С стаклом, может быть, можно. Вот этот центральный лонер, который он плохо прилег, конечно, между двух городов. Бесполезный логерей. А у меня эльф думает. Не, не, он передвигаться начал, начал блок делать в право крестьянина. Какие эльфы-то, блин, почему у меня все время находят эльфов? Я чувствую, что здесь неспроста. Это высшие эльфы. Умаскируются. Делают вид, что думают, а я забываю все время, что эльфы думают. На Ресли упал. И еще один удар. Минус, кстати, гард. Он улетел с колокольчиком, но тем не менее. Все же это гард. Еще есть вариант для блица. Теперь уже есть один дед точно. Интересно, но, в принципе, и, честно говоря, играя бы против бретонцев, я бы эльфами тоже не упускал шансы сделать два куба практически у любого игрока. То есть, когда за гномов, играя против гномов, да, ты хочешь бить только в 8-м армонах, а всех остальных лучше вообще не трогать. То за эльфов, а здесь по против бретонцев, все совсем иначе. Эльфов, бретов есть еще один, по-моему. А, нет, нету, кстати. Два мати-блоу вылетела. Мати-блоу нету. Собственно, вопрос дня, добежит ли к 4-х сильный блоджер или не добежит. Там пара гфа. Ну, этот в этот ход. Я думаю, смотри, как он решил гарда убивать. То есть, он создает для блоджера плохие условия для существования. Правильно делает. Кстати, возможно... Хотя, не, не, так лучше. Лучше толкнуть, да. Чем на двойку упасть. Да, их надо разделить, их мало осталось. Если их разделить, то по-прежнему. В принципе, он на пофиг может бритцевать и бежать, если надо. Ну, в принципе, да. Поднимаешь гарда, блиц, пока поджижал. Ну, лево-эльфову сложно повалить. Бодрее которой. Да, я думаю, достаточно ли вытолкнуть. Если он вытолкнет, он может сделать додж чуть-чуть назад. И как бы дистанцироваться от эльфов, да. Но два кетчера эльфис, они догонят его. Как минимум, два догонят. Да и, собственно, самая линейка догонит. Да, так же, скорее всего, не вариант. Теперь эльфийский додж не удался. Переброс. Эльфийский додж удался. И теперь все сложнее. Заперли. Спайдер, я не очень, конечно, тебя понимаю, но я думаю, что надо принять план, но в таком случае. В таком случае, как тебя. Бретонцы сбегают со всех краев поля. То есть, этот сбор подкреплений. Рыцарь призывает грестьян вернуться к своим обязанностям. Ну, это значит, как в тот алваре, когда игроки, ну, не игроки, юниты, сначала разбегаются в разные стороны. А потом возвращаются. Да, да, мораль потеряна, потом возвращаются в кучу. Лулав, добрый день, стебер колос. Может быть, может быть, и в принципе, ты, если что, можете переходить на стримы стебера, если вам алармы мешают. Ну, то есть мешает, потому что у меня периодически зависает. Интересно, похоже, что при том, что надо стоять и ждать, пока образуется дыра. Ну, то есть, делать какие-то блоки и молиться, что пробьют, выиграют время. Хотя, если он найдет шестерку на этого блоджера, то, может быть, и можно попытаться убежать. Приветствую, сволку, 5261. Когда батараки в ополчении шли? Ну, там не совсем так. Там пизанты, мелиты становились только на время, и они были достаточно бесстрашные смертники. Это вы текущий матч обсуждаете или исторически? Это в Warcraft в третьем, там, помнишь, там пизанты могли в мелиту превращаться? Да, там могучие бойцы, между прочим, просто там были. И быстро бегали. Так, у меня опять бритонец думает. Да, он именно этим и занят. Здесь я решил помочь. Смотри, смотри, они собираются в кучу. Они знают, как надо бороться с эльфами, просто стоять спиной к спине и получать. И додж. А, не, не додж. Это блиц. Может, дать ссылку на сетку турнира. Блиц и гфи не прокинул. Ого. Переброс ушел. Там двойка стрелка, да. Двойка устраивает более-менее. Она ничего не дает. Формально она может дать минус удара. Он на стрелке выталкивает эльфов. Сдвигает эльфов. Так, у меня все. Ссылку на... Только там можно, в принципе, найти в турнирах на Гуддейме. Он довольно заметен. Ну, ссылку я дам сейчас только за другую игру. И 1-2. То есть эльф очень стойкий оказался. Мы не смогли его повалить. Вся бретонская армия. 1-д-блок. А, стаклом, кстати. Стаклом удался уже 1-д-блок. О, храбрее травмирован. Я думал, он раньше его сделает, честно говоря. Еще и нигва. Аптикарий тоже помог откачать. Что случилось? Да я думаю просто, как здесь что можно придумать. Ну, если бретонцам не торопиться, не торопиться, то может быть все и нормально. То есть мяч у них убить тоже не так-то просто. Сетку добавил в этот, в описании канала. В смысле в описании. В сообщении дня. Ну, как минимум, два блока я вижу просто по бретонцам. Из ниоткуда. Один. Так, три блока. Окей. Три блока. Но по мячу пока серьезных блоков нет. Да и повалить британцу сложно, по крайней мере, этого города сайдстеппера. Это что еще гадость, потому что он будет... А хотя ему сейчас опасно, да? Он может подойти к таклеру и получить стакла, что для него очень опасно. Вот он так и делает. И он почему-то так и делает, да. Ну, не почему-то понятно, чтобы этот таклер ударил по нему, а не по-главному. Но проблема в том, что этот игрок тоже очень важен, да? Этот Бернард был. По-главному это красные клубы, кажется. А не если бы этот парень ушел, были бы не красные, вроде бы. Вадин может его подбудриться. Если бы он ушел в ней. Сейчас даже можно Вадина ударить, кстати. Посмотрим. Заплатит ли Бернарду? Да, Бернард заплатил своим существованием. Один Дэм мяч есть. Свою храбрость. Один Дэм, кстати, там был Джор. Атакла нет. То есть как раз он, он как раз получил атаклу, чтобы мяч не выбили. По другой стороны, хотелось бы как-то немножко других пук. Ммм, другого варианта. Ну да, да. Игрок был очень важный. Для текущего положения. Ну, плюс Дельф в том, что такл, кстати, стоит рядом с мячом. О, это провал. И еще и переброс потратил. Ой-ой-ой. Ну, почему провал? Это, возможно, было самое сифовое действие. О, смотри-ка, пробил рыцаря. В рестлинг не сработал. Привет, Берем Бриндал. Смиран есть только прошлый турнир. Как это там? Вот я скинул ссылку на сетку. А это вроде текущий турнир. У бретонцев минус четыре игрока на поле. Тем не менее, они продолжают нести мяч в нужную сторону. Сейчас, в принципе, с простым доджем он может перестроиться существенно ближе к сочетке. Ну, перестроиться. Тебе сказано, он, этот Филипп Депи, перестроиться может, вся команда не может. Но вся команда может по подобию экрана создать. Если Крестьянин даст ассист на кетчера, и кетчера вдруг пробьют на шестерку, П-валят. Глобально получается, что перебегание Филиппом на... Как это поле назвать? Ну, вот, за три, за четыре клеточки. До сочетки будет сложно законтрить телефон, из-за того, что просто не пролезть. Не пролезть через бретонцев. И еще интересно, ну, минус в том, что это три плюс додж, да? И релл с большой вероятностью идет, потому что так вот там рядом стоит. Можно, в принципе, блицануть в такл. Кстати, Крестьянин побежал давать ассист на кетчера. Да. А вот если он на двойку упадет, это будет... А, стоп. Он блицует назад, как раз таклера. Чтобы его откинуть, чтобы доджит и без такла. Ну, это да, это понятно. Чтобы релл скобанить. Как я понял. Ну, один мув потрачен. Додж удачный. Побежал, побежал, побежал. Бритонский... Тащит, тащит. Ну, ситуация на поле плохая, а бритонец ковыряется. Как-то вот эльфов много, но я не чувствую их количества. Ну, они зажались в силовую, потому что их больше стало. И сразу у бритонца все сайдстеперы с доджем показывают, кто здесь главный. Хотя один только что улетел. Формально у эльфов несложный два куба в мяч. Вроде бы. Сейчас нет, или сложный. Один несложный. Он решает ударить. Любопытно. Я думал бы про додж в этой ситуации. Потому что двойка не очень устраивает, на самом деле. Открывает проходы. Он решает ударить. Был бы стримбол. Стримбол был, но кончился. Конечно же у нас есть стримбол. Вернее, у нас был стримбол. Сурн не закончился. Ресл стримбол был, и, по-моему, был еще один ресл, но они все погибли. Как известно, Завры без МБ и так не простают лоджеров. Просто уничтожают. Интересно, но выгивания мяча нет. Это хорошо. Эльфа. Один Д-блок на шестерку, наконец-то, удался. Это кто? Подожди. Это Чилдберт the Trickster или Handsome Team? Трикстер. Перезаходим. И Handsome Team 2D-блок удачнее делает. Разошлись британцы. Да, спасибо. Перезахожу. Клэймон, но он не четырехсильный. И там проще было бы найти кубы. Кого Дженни, боюсь? Дженни. Один такл не считается. Особенно, когда за шесть блоков он только на одном игре. А рингтейл решает отдать возможность занести, просто побив больше крестьян. Ну, он прав, потому что выбивание эфемерное и препоны эфемерное, но сложное. И он, судя по всему, пытается просто мотивировать британца занести на следующий ход, создав преимущество, ну, создав угрозу выбивания. И забит самому за два хода. Ответ. Завров же, Завров я боюсь. Я не боюсь Завров, я считаю, что Завров самая сильная команда, но я их не боюсь. Ну, кстати, крестьянин терпит на 1-2, без проблем. Да, крепко, но это же лонер. Это же лонер-крестьянин. И по нему еще и били с сильным ударом, ну, куда ты? Кто так делает? Можно наступить, чтобы доказать себе, что можешь пробить лонера. Если вдруг самооценка упала. Огра самая сильная. Возможно, но Огра не участвует пока в никаких турнирах, в которых участвовал бы я. Но да, я согласен. Вполне возможно, что Огра еще сильнее, чем Завра. Вампиры довольно сильные. Хотя вампиры примерно как Завра получаются. Нет, вампиры сильнее, да. У них же эти скинки. У вампиров скинки с теми силы. Трехсильные скинки, да, это серьезно. И еще удар. Ну, все правильно, а он отделяет... Он заставляет как бы забивать на следующий ход. Пытается заставить забить в следующий ход. Если пробьет, да, если пробьет, то он должен. Жалко. Такая красивая анимация, но бил не той рукой. В итоге просто оглушение. О, травма, смотри-ка. Ну, у тебя уже травма, у меня анимация. Грязные эльфы. Выбили очень важного игрока, между прочим. Очень важно. Это один из самых полезных игроков. Вообще был у него и такл, и... И такл, и гард. Ну, кстати, это... Да, это... Разумно все. И получается, что бретонец почти обязан забивать сейчас. Потому что иначе два куба в мяч будут стаклами. И эльфов два хода, и их больше. Бретонцы, как обычно, в своей тате. Теперь и так алыгард и нигла, да, действительно. Нигла хорошая левелап. Игрок-то качается. Начинаешь ценить, по крайней мере, когда получаешь нигла. Начинаешь сразу ценить игрока, и перестаешь его на всякую фигню посылать. Блин, это не про мою команду. Нет, можно, наоборот, ставить на лосс, чтобы эту эволюцию ускорять. Нафул. Видите, бузно. Нет, на воре это не нафул, это кубок ГГ. Мач на третье место. И эльфы избили бретонцев, но... Да, и бретонцы говорят, нет, нет, на поле больше не хотим. Там эльфы сильным ударом, у нас таких нет, поэтому нет. Ну да, сложно, без эльфа-то сильным ударом. Все три остались валяться. Бретонец сильным ударом пошел на поле, потому что он, по крайней мере, знает, что там эльфы сильным ударом. И на поле нужен, как бы, рыцарь, который бьет хотя бы в полсилы от этого эльфа. Бретонецов как-то мало. И причем даже нельзя сказать, что атака прошла не по плану, да? Начало, если вспомнить. Ну да. Он оттянул двух игроков назад, чтобы быстрее передать мяч четырехсильному. Благодаря чему, кстати, забил в итоге гол. И драка, завязавшаяся драка, после вылета одного из игроков на краю. Нельзя сказать, что непредсказуемый ввод, он безумец, он ставился под блок. А за счет своего безумия... Все, закончилась драка. Эльфы просто мутузили. Хотя бретонцы отбивались. Но в итоге... Ну и, кстати, очень неплохо отбивались-то. Один ход не достали ли? Все по плану. Все по плану, да, говорит бретонин? Думаю, что ринг не упустит возможности побить на лося крестьян. Такое нельзя упускать. Надо еще и сократить их по голове максимально, если... Опа. Лишаются хода. Это такой провал! Это подстава. Двуходовка элементарная, но двуходовки не будет. Кстати, а не расставился ринг так, чтобы иметь возможность навантюр? Сейчас я подумаю. Нет, там надо на четыре хода проталкивать. Вряд ли он сможет без фрэнзи. Ага, да, и качер чуть-чуть сзади стоит. Ну, я по блицеру и считал просто. Угу. На четыре. Сейчас он подумает, нет ли мантюрна, и будет бить крестьянам лиц. Он уже бьет лиц, если что. Да? Окей. Я захожу. Я думал, он думает, пытается понять, может сделать мантюрн, но я забыл. Эльфы, эльфы, они не думают, они бьют. Кажется, наверное, так радуется тому, что может ударить два куба, что он просто не может держаться, потому что это очень редко происходит. Он скорее радуется именно тому, что он может кого-то пробить после удара. Угу. Так, ну это интересно. С другой стороны, если сейчас еще пару бретон... Нет, есть два сценария. Улетает пара-тройка бретонцев, никто не присыпается, эльфы делают легкую атаку, и дальше интересный розыгрыш. Пять бретонцев против десяти эльфов. Один-один. Ну, то есть... Ой, как хорошо, что три куба-то получилось. Второй вариант, это сейчас ринг никого не выбивает. На следующий ход просыпаются три бретонца, и в правном составе эльфы в тяжелую атаку. И, возможно, овертайм в этом случае. Да, три куба. АП-то что такое, менг? Если ты про сквиговую закусочную, она отменяет камень и судью на мыло. Если ты проограф охранников, то они отменяют как раз вот это вот изменение количества ходов. И... Бунт. В очередной раз хотел фалить. Не добежал. Я знаю, что я могу сказать. Его спасли боги от вылета с фоля. За фол. Смотри, если бы он не убежал в спринт, он бы кинул один-один сейчас на фол. Он улетел сам. Два крестьяня, кстати, поднялись. Ну, хорошо. Так, значит, у нас сценарий промежуточный. Промежуточный. Сейчас эльфа могут забить в два хода и перейти в защите с непонятной расстановкой сил. Потому что то, что бретонцы не смогут дотащить, опять не факт, да? Из-за того, что есть этот четырехсильный урод. Монстр. Ну, сейчас эльфийская атака. Может, они еще покромсают чего-нибудь? Ну, да, наверное. То есть они могут за хода 4-5 побить стен, посмотреть, что будет. И уже решать, заносить или не заносить. Опять же, если рероллы пойдут именно бретонские и тратятся, можно уйти в овертайм на 1-1. И в овертайме уже попытаться как-то все это дело сыграть. Да, да, возможно. Ну, Мемк, их как бы два грейда стадиона. Один камень и взятку, а другой, соответственно, Riot и... Как это вторая ерунда называется? PitchinVision, да. Так. У меня думают. Бретонский, да, блокер думает, куда запинываться. Как будто это он решает, а не кубите. Обе команды получают по перебросу. Не знаю даже, для кого это больше плюс. Да, я думаю, что примерно это на крон. Первый крестьянин держит. Второй крестьянин держит. Отведал руки кирпийской. Этот тоже отведал, но даже не подавился. Первый подавился, а этот не подавился даже. Ну вот они, твердокаменные крестьяне. Да, да. Всем бретонцам надо здесь запасаться челядью. Взвесьте мне, пожалуйста. Сколько вешать в граммах? Только с пудем. С пудем. Не, не убиваемые крестьяне. Четыре удара по крестьянам, все четыре на ногах. И один-один на подбор. Один-один на подбор, и мяч лежит достаточно близко к лосу. Так, все здесь, прошу прощения. Так, все здесь, что случилось? Один-один на подбор мяча, и все. И отскок. Стоит быть этим бросающим высших эльфов, чтобы кидать один-один на подбор. И мы, кстати, сломали ноги. И это в прошлой партии, по-моему, сыграло довольно сильно. Или в позапрошлом, точно не помню. Потому что игрок метче должен кидать метче. Может быть, сыграло то, что у него нет Акуриси, хотя он метче. Ну, он метче, и руки у него крепче. Вот сейчас это сыграло. Безумный... Смотри, смотри, безумный бритонец набрасывается на арморного... Читармор не играет. Набрасывается на арморного, чтобы доказать себе, что он может, понимаешь? Вот этот бритонский блицер, он разделал, чтобы огров валить. Тут на огра похож только вот этот эльф. И он не может задержаться, он бросается на него. Не, ну или орков. Не, ну орки, смотри, орки же они... Ну да, у черных орков. Просто у него неустрашимость же, он должен же ее использовать. И безумие. Ахмор не играет. 30 ТВ просто так. Ну, как просто так. Он же играет, он ведет себя за это храбрее. И, в принципе, наверное, притягивает себе настоящих рыцарей, которые хотят победить монстра. Мне кажется, основной провал был в том, что на игрока больнее не надо было брать броню. Ниглу на него надо было брать. Возможно. Тогда бы она работала. Девятый броня хуже седьмой. Ну, вообще хуже. Он остался на поле. Да, да, он из девятой брони прознал в нем. Что-то, по-моему, у эльфов кончились кубы на пробой. Подожди, подожди, сейчас эльфы ходят. Да. Блин, а у меня британцы думают. Ну что такое, я же только что перезаходил. Вот реально, только что. В общем, выдал. О, а шурхенды сработали на этот раз. Блокер получил в лицо от эльфа с Майти Блоу. Безрезультатно, так просто прилет. С жесткой травмой, ты имеешь в виду? Потому что в прошлый раз крестьяне не пробивались вообще. Так этот просто лег. Просто на пол лег, и все. Даже не пробился. Ты даже не лицом вниз? Да. Ну, сейчас будет еще один удар. Кстати, крестьяне-то и не были подняты в прошлом раунде. Они как лежали на лосье, так остались. Ну ладно, так я думаю, нормально. Почти более-менее. Да, крепкируйте с работами. Хороший навык. Сэкономил реролл в прошлый ход. В этот ход сэкономил реролл. То есть... Тупой Патрик покинул. Поле. На колокольчике. У меня пока бегают... Выше. Такой Патрик. Так, Дул. Это тупой, да? Угу. Тупица. Эльф громче, кстати, тоже мог бы неплохо выступать в качестве этого блицероприемника. Надо было одного из эльфов назвать оскорбительнее. Чтобы он просто своим присутствием в себя все блицы поедал. Или грязнее, чтобы все понимали его потенциал. И... Я бы тоже принимал бы в себе все блицы. Нет, это не финал. Это игра за третье место. Это игра за третье место. Играют люди побитые... Ну, в смысле, люди и эльфы побитые в матче. По-моему, по-моему, эльфы побили сильнее, но, с другой стороны, эльфы сами по себе это высшая раса. А бритонцы это, ну так себе, раса. Поэтому борьба примерно равная. Ну, ни одна достаточно высокая раса не стала бы себе подсвечник на голову пихать. Нет, только вы должны же они в чем-то быть лучше, чем ты видишься. Другие вообще... Рука-мяч. Это же гандбол. Это вообще не та игра. Это лежа. Все они, а они молодцы. Они когда лежат, они не хотят. Да, действительно. А кто будет влезть? А вот справа есть Берт. Возможно, он будет сейчас провоцировать эльфа быстрее заносить за счет фолов всяких. Так и есть. Ну, в смысле, ему уже нет смысла... Ну, вернее, нет смысла. Шансы остановить, мне кажется, низкие эльфа. А шансы забить в ответ, если игроков будет больше, сильно, выше. Бил, пробил. Там вот этот спойлер. Угу, да. И ушел с поля. Все, честно. Размена игроков. Ну, Кристианин прекрасно разменялся. Согласен. Молодой Берт будет потом рассказывать в своей деревне, как он... Это он эльфов топтал просто. В матче за третье место Кубка Гудгейма. Всполнил свое предназначение, прорвался через пол поле и наступил на эльфа. И кровь так и хлистала. Ну, с другой стороны, эльфов пока что потенциально 11 после драйва начала. А бретонцам надо кубы кидать. Ну, тут по-прежнему. Майки-блог на майки-блог, кстати, удар. Или не пройду. С перебросом. Жадный. Я чувствую дух хаоситого в этом эльфе. Пора убивать. Раз уж потратил переброс, пора убивать. Смотри-ка, сработало. Дух хаоситого. Не зря. Душок. Кстати, по-моему, второй раз вылетает именно Френзер. Первый раз, по-моему, он же получил травму. И был вылечен. Да, да, да. Что-то как-то мне это не очень нравится, конечно. Что именно? Что эльфы не лезут избивать бретонцев? То, что эльфы полезли сейчас избивать бретонцев. А почему нет? Вторая линейка полезла в контакт. Ну, тут она придерживает гарда Таклера. В принципе, это логично. И главное, кубы. То есть, у бретонцев пока что по одному кубу только. Всех этих эльфов. А это, учитывая в рестлинг, не очень выгодный куб. Ну, всегда можно сделать сначала блиц четырехсильным. Ну, да. Крестьяне все по линейчикам расположены. Вот теперь вопрос о том, забивать и когда будет. Потому что формально оставляют бретонцев, например, три хода на контратаку. Это и риск. И шанс закончится раз-два-один. Да. То есть, и непонятно. Я думаю, что он сделает, на самом деле, на следующий ход удар. Удар. И если выбит, то занесет. Если кого-то выбит. У бретонцев три нокаута, это, ну, очень сложно предсказать результат этих бросков. То есть, их нельзя не учитывать. Да. Ну, в среднем полтора игрока должно подняться. Ну, на самом деле, я бы рассчитывал, что в среднем два. Несмотря на то, что, то есть, тут, ну, тут прямые мотожидания так. Ну, то есть, ну, как бы, то, что один поднимется, шансы хорошие. То, что один не поднимется, шансы тоже хорошие. А с последним ничего не понятно. Согласен, согласен. Ну, тут, если не поднимутся горды, то отличные шансы. То есть, если только лонер придет. Зато, если наоборот, то шансы уже у бретонцев становятся сразу выше. Ну, они появляются. Самое главное, что они появляются. Я не уверен, что хочется рисковать. Меня Эльф думает опять. Не-не, бретонцы уже раздают. Ой-ой-ой, что ж такое? Я немножко ворчу, я знаю, что такое, но я не знаю, что делать. Ну, просто как-то странно. Только случился переход хода, и у тебя все повисло. Да, не знаю. Три претонцевых окружения эльфов Аминь. Аминь для кого? Для бретонцев? Для эльфов. Обычно бретонцев. О-о-о, переброс был потрачен. И на Ресли падает. Гарда Таклер падает на Ресли. В смысле, с Дмоком или нет? Не-не. Он на Ресли падает, именно. На двоечке. И побежал. Первый додж удался Блицеру. Четырехсильному. Второй додж удался. Два куба есть. Это два черепа. Переброс уже был потрачен. Сейчас мы это тоже увидим. Так, бежит, бежит. Ну, молодец. Хорошие были шансы. Ну, в смысле, нашел свои шансы. А насчет того, что все поднимутся в овертайме, далеко не факт. Это иногда багает. Это именно баг. Такого быть не должно. И все поднимаются. А иногда все нормально происходит. И все встают именно по кубам. Судя по Блицу, Ринк решает забивать. Судя по тому, что он выбрал Блиц, не задумываясь, не переставляя игроков. И то, что он не верит в то, что две единицы могут прийти после двух единиц. Не, ну тут есть переброс, там. Квадро единицы должны прийти после двух единиц. Да. Не может удержаться от искушения замочалить рыцарей. Я бы покрестьяне, кстати, наверное. А там еще и покрестьяне будет удар. Фломера. Я просто сомневаюсь, что он сейчас будет заносить слишком много свободных эльфов. И, видишь, опекается четырех сильный. Нет, а это фолл по четырехсильному. Фолл, фолл, фолл. Будет фолл. И, возможно, от результата фола будет зависеть, собственно, занос. И если выбьет четырехсильного, да, то тогда уже нет игрока, который мог бы против эльфов уверенно тащить мяч. Да, согласен. Сейчас посмотрим. Пошел фолл. Не удален. Не удален и пробил. То есть, неплохой результат. Для эльфа плохой результат, потому что непонятно, что теперь делать. Забивать или нет. Думает. Один дев крестьянина. Даже лонер высших эльфов считает, что один дев крестьянина это выгодно. Даже лонер высших эльфов. То есть, один из худших вообще вариантов кидателей один дев. Джинни бы дальше фалил. Не уверен. Сейчас бретонцы сгустятся двумя крестьянинами. Да, вилон это бывает. Ну, к тому же, все-таки, если у эльфов есть сильный удар, и локаль... Близ с лонером пошел? Да, да, маленькие драки. Эльфы выигрывают именно из-за того, что их просто больше у них этих маленьких драк. Близ с лонером пришел. Нормально. Кристианин размялся. Тоже будет рассказывать, я эльфа толкал. Нет, мы могли, короче, ударить друг друга, но не стали. Не стали, у него был блок. У него кулак крепче. Он знал эльфийское кунг-фу. Да, эти ребята что-то затевают. Ну, сейчас будет блиц в христианина. Я думаю, что в два куба, и потом еще один фол этого. И от него уже будет решаться... Опять от него будет... Близ с лонером или нет. Хотя, возможно, даже если не пробьется, несет. Странно, он клетку выбрал, то есть? Он думал, что если не толкнет, чтобы толкнуть к другому игроку. Я, конечно, это понимаю, но... Теперь парень с Mighty Blow подставлен, по сути, под удар стаклов. Так можно было бы назад хоть чуть-чуть отступить. И очередной холл, я не успел на что посмотреть. Ожидаем решения судей. И это нокаут. Нокаут, и эльф остается. Будет гол, да. Будет гол. Будет гол, и сейчас сильно зависит от того, как бретонцы поднимутся. Девочек, похоже, что нет. То есть, по прошлому разу надо было посмотреть, но я что-то не... Судя по тому, как бретонцы не поднялись, я думаю, что девочек нет. Двое поднялось, кстати. Четырехсильный поднялся. Да. И Кристианин Лонгер поднялся. По-моему, грязный. А, Лонгер грязный. Грязный, да. Интересно. Интересно, потому что, опять же, гипотетические шансы есть. Я вот помню с Вашберном. Мы когда играли в прошлом матче за третье место, у меня Норс, Блоджер Норс с айтстепом выстоял там в окружении шести эльфов и забил гол. Да-да-да, я помню, кстати, этот момент. Ну, сейчас все-таки на пять игроков меньше у Бретонии. Всего на пять? На пять, да. Хотелось бы, конечно, на шесть. Лично мне. Но, тем не менее, на пять. Сейчас еще Блиц будет, смотри. Или Перфект Дефенс. Не, ну, Блиц в этой ситуации, конечно, будет не очень. Интригу скушает. Скорее всего. Как ни странно, у Бретонцев есть инструменты, чтобы довести этот розыгрыш до нужного им результата. Единственное, что я бы прикрыл за тебя, ребят, на лосю. Одним крестьянином. Смену погоды, очень ясно. Очень хорошая погода, даже очень-очень. Еще лучше, чем была. Да, и этот мяч упал для Бретонцев хорошо. Он может сразу занести его довольно далеко. И даже, по-моему, он может его... Прикрыть? Защитить этот от Таклера. То есть... Таклер, кстати, неожиданно далеко стоит. Слишком он на право фланг сместил, на мой взгляд. Ох, шестерочка. Я узнаю этот момент, когда Бретонцев верит или поспоминают. И пробой, травма. Это и второй Блоджер покидает поле уже. МНГ. Ну, это уже неважно. Стоп, или до двух игр. Нет, нет. Три семестра, это одна игра. Пошел, пошел, пошел. И защитить... И защитить может от Таклера, вроде бы. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, надо с ГФИ встать перед. Чтобы Гард стоял правильно. Бретонцы, они могут только геройствовать. Ой, как он ковыркнулся. Ой, подожди, у меня еще... Блин, у меня никто не поможет. Бретонцы могут только геройствовать, потому что обычного стиля у них нет. Он сломал одно ГФИ. Сейчас посмотрим, если дабл-едница, то провал. Нет, это успех. Крестьянин пошел в обход. Придерживает парня с блоком. Нежнее. Нежнее придерживает. Я думаю, что будет Блиц в кар, да? Да. И зажим товарища. Максимальный зажим, то есть телами перекрыть ему проход. Проблема в том, что 4-х силового... Сложно. Закрыться полностью. Он всегда найдет свой один куб. Ну, ладно, всегда. Он иногда найдет свой один куб и прорвется все равно. Чаще, чем трех ловкий. О, это интересно. Тут крестьяне, кстати, очень неплохо поджали эльфов. Два крестьяна окружили армию эльфов. Шестерка есть на горда. Вопрос в том, что перед тележкой можете не найтись. Кому поставьте? Я бы, наверное... Это вот интересный момент. Я бы, наверное, бросал британца вперед, чтобы дырку не оставлять. Вот сейчас как эльфу ставится, чтобы закрыть проход? Что-то, мне кажется, раз, два, три, четыре, пять, шесть. ГФА будет делать даже, может, два. Ну, это опасные броски. А так, если он положил перед, то, что было бы... А, ну, все равно, это не сильно меняло, потому что было бы блиц с этим гордом, если он не придется туда. Переброс! Ух ты! Ну что, британец, если британец забивает сейчас, а если не забивает, то шансы выбить будут хорошие. Поэтому британец должен забивать сейчас. Слушайте, ну, это... мечта. То есть, мечта для британца, такой розыгрыш атаки. То есть, он заносит двухходовку против эльфов в меньшинстве, в абсолютном. Тот самый момент, когда 2-2 на блоке не выгоден, а дождь бы удался. Да, и дождь удался бы, и телами можно было бы проход перекрыть. Смотри, он сейчас делает блиц с лежачим гордом и уходит просто четырехсильным, куда хочешь. Иль и так. Ну да, иль да, я согласен. Это надежная схема. Можно еще подстраховаться Чилдбертом, этот Рикстером, то есть, куда угодно его поставить еще. И даже есть шанс выбить с поля игрока быстрее. Но у меня пока думают у тебя как. Да, да, думают. Все-таки эльфам вот сейчас именно блоджеров не хватает. Ну, точнее, даже не блоджеров, просто блоков не хватает эльфам. Навоков. Я думаю, что сейчас просто дебосируешься и в чат пишет оскорбительное. Странно, что он самого правого эльфа никуда не увел. Он как стоял шире, так и стоит одиноко. Он прикрывает прорыв крестьянина. А-а-а. Нет, я не знаю, да. Я согласен. И мне тоже кажется, что передвинуть сочнее, по крайней мере, вначале стоило. Но непонятно, честно говоря, куда его двигать. И я думаю, что он собирался его двигать перед Бритонским Рыцарем. А логика в том, что все-таки бросок в два кубаса и фобия, чем бросок в один куб. другое сочнее я не спорю а вот шире он все никуда не добегал и можно был просто ближе подтянуть да думать он скорее всего решать заноситель не заносить тем более все он пошел блиц пошел блиц шестерка думаю материнга шлифтинг с днем рождения я думаю что заносить то есть я не вижу основание не заносить мяча простое а забить гол и так было за радость то есть это сейчас за ничью борется это же идеально для бретонцев что борется за ничью в ситуации когда они побеждали на одного больше сейчас будет еще драйв еще могут бретонцы подняться все будет хорошо там три там опять полтора бретонцев может подняться да да эх ринг нету пока непонятно что значит афринк ринг с этим выбрал самый сифовый бросок то что он не прошел это бывает думать да 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 если что действительно не нравится что на играх не передвинул все остальное тут действительно 2d блок был сифовый афринк ну да да передвинуть игрока можно непонятно ну то есть надо смотреть тут по важности проблем тоже 2d блок он практически ничего не давал не он освобождал одного игрока который лонер который скрещу кафе делать порядок самый последний то есть может быть стоило бы делать после того как ты уже передвинешь сделаешь кафе и те которые это важно сделать но такой тонкий момент думает думаю думает кто же знал что 4 куба окажется миди сифовый чем больше 2 плюс ну да ну то есть не приду не пройдет там будет этот прошел было бы конечно еще хуже если бы две двойки конечно на 2 единицы перероллились ну туда было бы не жалко потому что игрокишечка бы тоже была не сработать ну то есть первый игрок сделал бы 2 игрокишечка второй бы поймал поймал бритонец упал подожди что значит поймал бритонец делает додж гордом и и ничего не происходит это две единицы уже есть а как так он а я понял он думал столиц да 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 в уголке сков стать скорее всего сайдстепом если что заносить при любой прямом шухере очень интересно а теперь есть 2d блок в меченосце а вот возможно сможете его запереть стаклом причем сможете его запереть эльф ты думаешь про выталкивание можно вытолкнуть можно вытолкнуть хватит игроков хватит вот а если крестьянин упал хватило бы точнее вот так крестьянин не упал остался на ногах и теперь просто 2d блок 2d блок туда но удобный с отдвигания переслушайте мы пропустили кульминацию ребят 322 ринг может попробовать сделать додж минус один смотри он может попробовать сделать додж я бы не стал здесь рисковать я встал это же все или ничего ну ладно пятерка пятерка сильным ударом высшие эльфы самая быстрая команда подоставки мяча и так далее пробил пробил и мяч все равно улетел то же самое что если бы он выталкивал единственное что четырехсильный парень на поле блоджер поднимает мяч передает на шире шире убегает вообще далеко ото всех и шире бегает как крестьянин интересно что надо слушай да извините там еще есть лонер который перекрывает слева как раз трикстера интересно что трикстер мог если он планировал такую игру я понимаю что он не планировал я понимаю что он думал о ней после удара но если бы он планировал он бы трикстера должен был ставить как сейфти в случае не успеха опять единица эльфийская теперь две единицы и никто не забежал да 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 ошибка никто не забежал это овертайм а либо бред и заносят у бредов еще два хода и неожиданно может случиться сложно завести но да шансы есть криворукий эльф эльфа но бред ломает контакт чтобы ой двойка двойка блока нету падает на рестли ну рестлинг да да сейчас крестьянина отправят за поле ну это не очень страшно но это было опаснее чем ну не опаснее даже часто опаснее чем бред с полем а я бы знаешь как сделать а хотя подожди да здесь выталкивание именно мать и блогерам к сожалению а блиц уже можно кем-то с ооо христианин убежал это не будет выталкивания этот христианин будет зря сказать я от эльфа убегал видели бы этих слабаков да 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 вообще просто мимо так и прыгнул голову эльф ударился в каску с одним ударом а может может быть фолл да полят четырех сильного потому что это на овертайм максимальный профит я бы сначала сделал блиц и вернулся бы назад Да, да, скорее всего. Согласен. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, ему как раз мула хватает ударить и вернуться назад, и вот громче дает ассист. Говорит громче и бежит давать ассист. Еще бы мяч подобрать, на самом деле. Не-не-не, ну это раз никак не нужно. Это же эльфы на бретонце, какой мяч. Он думает, что это триорлы нет. Зачем? Зачем? Это что-то не стоит. Я не понял, зачем. Может быть, Ринк просто ненавидит крестьян. Да, Евгениус, есть что-то такое. Надо вставать и фалить. Я бы мяч блоджером подобрал, и потом бы фалил. Ну, наверное, не гад. Сложно сказать. Мне кажется, что он красивое, изящное решение. И то, что оно не прошло, это не повод себя корить, на самом деле. Это как раз наоборот, когда игрок, ну, словно, взрослеет, как игрок. Он начинает рисковать в таких ситуациях, где нормальный бюджер не рисковал. С тремя ассистами, и пошел в фол, пробил, не удалился. Просто сам охерзился. Выталкивай его, труп. Пихни ногой. Пока судья не видит. Есть ли шансы на гол у Бертонцев? Есть, смотри, смотри. Есть. Были шансы на гол, связанные с тем, что блокер убегает в закат, и крестьянин подходит просто в минус два, отбирает мяч и бросает блокер. Ну, а, ты имеешь в виду два крестьянина. Ну, там один из крестьян мог, если мяч оставался облежать, теоретически дать пас. Что это такое? Я думаю, это психологическая атака. Что за 3-2-2? Нет, ну, что это такое? Как это называется? Он даже арморного игрока не поднял. Слушай, а есть шанс забить гол? Да, согласен. О, это будет забавно, если это удастся. Это БМ, я понимаю, да. То есть это мы сейчас увидели типичный плюплицо от высших эльфов. Но есть шанс забить гол. Слушай, а я понял замысел. Он провоцирует дебошира потратить последний рерол, чтобы честно было. Изменных командиров. Дебошир не повелся. Не повелся? Нет. Он блиц делает. И он перебросил блиц! Что за ними? Не так, ребятами? Они просто не знают, что... Что будет овертайм? А я слушаю, а будет он? Я интересно, формат соревнования правильный. Если формат соревнования неправильный, что делать? Дополнительное время. Овертайм. Хорошо. Можно было, кстати, в красные кубы вытолкнуть одного из эльфов. Можно было попробовать, да. Согласен. Я уже собирался тратить рерол на блок. Один только поднялся, Блицер. Ну, Блицер с Гордом, это уже приятно. И главное, если четырехсловы на поле. То есть, если сейчас атака Бретон. Смотрим монетку, смотрим монетку. Тихо, не спойлери, не спойлери. Бретонцы выбирают. У меня еще заканчивается ход. Это что так долго? У тебя повисло все? Да, я перезапрошил. Ну что. Ноль рероллов, игра инвалидов. Но у эльфов в кое-то веке есть перебросы на действия с мячом. По крайней мере. А, у Бретонцев есть очень хороший Блицер. Даже два очень хороших Блицера. И Бретонцев, наконец-то, незначительно меньше. И, кстати, Бретонцам еще дали переброс. Вот это может порешать. Особенно, если кто-то там не справится. А, стоп, это эльфийский. Эльфийский эмблем. Эльфы выбирали, да. Я что-то привык, что пафсный эмблем у Бретонии нет. Что, возможно, жажду крови на лосе стоит. Как полонять. Хотя мяч пока в безопасности. А, кстати, да. Слушай, каркатам, действительно. Показали, что поднялся один, а поднялось двое игроков. Ага. Так, а давайте посмотрим по кубам. Да, и там неудача, неудача. То есть не должен был второй подняться. Ну, кстати, багам ничего не за поделать, увы. То есть его приходится признавать. Привет, у нас блоки-то, он идет где-то час. И сейчас матч закончится, и будет перерыв перед Бортгеймом. Режел для слабых, да. Ну, римпайс, кубок гудгейма. Игра за третье место. Там вопрос в чате от Громбриддла, получил ли эльф СПП за пас бретонцу. Нет. Нет, да? Это считается неудачный пас. Да, это считается неудачный пас. Странно, странно, вроде как-то я не разодумывал. Получил ли бретонец опыт за перехват? Ну, вроде нет, потому что перехвата не было формально. Перехват же это специальное действие, которое активируется, когда пас идет через тебя. А тут пас через тебя не шел, то есть ты просто ловил. Брайт говорит, что... Брайт говорит, что возможен даже сталинг от эльфов, учитывая последний ход. В смысле, сталинг от эльфов. Почему? Ну, учитывая знания о плей-оффе, типа. То, что перебросы тратились на что-то вообще незначительное. Да, да, но, как ни странно, это не первый случай в кубке Гудгейма. В плей-оффе кубка Гудгейма, когда тратят три роллы перед овертаймом. Потому что они все равно не нужны настоящей мушке играть без гербала. Отберите его тогда у дебайсера. Так он не хотел, он же тоже его отдал. Кстати, не докидывает вообще, даже красного нет паса до кетчера. Ну, он в этот ход и не должен пытаться, скорее всего. Скорее, сломанные ноги мешают нормальной паса отдать. Он был хорошим бросающим, но стрела попала в колено. Или мяч. Так, слушай, там нет? Случайно блются в мяч. И гербцы в мяч нет. Да, одного мува не хватает. Можно... Подожди, это же... Нет, Френзер сломан. С Френзером был шанс, по-моему, протолкнуть крестьянина. Ну, Френзер отхватил. Сегодня будет матч за второе и первое место? Нет, второе и первое место завтра в 6 часов начинается серия матчей. Там могут быть до трех матчей, так что это с шести вечера до шести утра. Ну, до двенадцати, возможно. Три... ну, пять часов где-то. Плата за четы. Не, ну, я думаю, что перерывы просто будут между играми небольшие. Нам солдат 10 минут. Взламывается клетка. Четырехсильный находит шестерку, но это уже не важно, что он там находит. Он и пятерка, и шестерку находит. Да. И нокаут находит. Это четырехсильный, он оправдан на свою четвертую силу, и в прошлом драйве он выбил эльфа. У Лоджера. Три. Интересное решение. Четыре. Он еще и сдоджился. Он сдоджился, да. Он решил не подходить к сильному ударщику вплотную и стать такой прохладным этим... Ну, форточку маленькую ставить между ними. Перерывы тоже по два часа. Нет, перерывы по два часа многовато. Не, не, я думаю, что там минут по пять-по десять мы будем давать, чтобы ребята переводили. Ду. Чаю попили. Ну, удар я никак могу представить. В принципе, теоретически такое возможно. Но ничего. Будет инъекция бутбола. Смотри, на самом деле, тут после удара... После удара лонером, правда? Из-за цифра. Ну, тут без разницы уже, да-да-да. Тут все лонеры. Тут все по-своему лонерам. После удара лонером... А, нет, он дал сзади ассист, в принципе. Вообще без разницы. Ну, непонятно, кстати, прорваться. Но не так просто через этого бритонца. Да. Ну, можно в минус один сделать додж и в сайдстеппера ударить в два куба и убежать вниз вправо. То есть формально он может просто дать мяч кетчерам и просто пробежать. Если лискнет. Ну, в принципе, тоже... Там 67, 67, там все действия с перебросами. Сайдстеппера просто надо повалить обязательно, чтобы не было второго доджа. Ну, а это все-таки без блока. А, с другой стороны, те же двойки тоже на доджа тоже падают. Вон, у тебя спрашивают, есть у тебя планы на проведение следующих таких же турниров? Планы есть, но когда я пока сказать не могу. Пока довольно общие метки, интересные правила предлагал. И, в принципе, выводы надо какие-то сделать, например, в плей-оффе по 2 минуты. Так, у меня сейчас думают эльфы, а у тебя что? Эльфы бьют сайдстеппера и... Окей, окей. Все, все, понял. И сайдстеппер стоит. В итоге все действия достаточно рискованные. Христианин упал. Есть 2D-блок в гордах, кстати. А, стоп, они оба же горды. Соответственно, можно по прямой ударить. Раз, два, три. Удар по прямой. А куда прятать мяч, непонятно. Там вот... Ребята справа слишком плутаедно на мяч смотрят. Так, а где эльф? А, выскочил. Эльф выскочил из загружения, ребята. И, ну, эльфу... Важно то, что эльфу не обязательно спешить с доставкой мяча. Потому что все-таки... Ой-ой-ой, доставка у них была. Довольно простая, так или иначе. Сейчас достаточно большой минус именно в муве. Тут нету ни мувы, ни окурисе. Это очень большой минус. Да, да. Но важно, что пока... Например, если на следующий ход... Один, да, было... Храбры, храбры это. Эльфы не могут удержаться. Кристианин, эльф. Ну, БД им устраивал, поэтому, я думаю, он делал. А единичка это была не провально. То есть единичка не давала крестьяну пройти, потому что эльф лежа лежал бы на проходе. Ну, да. Не знаю, я не как скинки дохну там, чем этого хотелось бы всем другим... Всем другим фракциям. Хотя бы моя бадя вчера побила с линков пачками с поленоном без mighty blow. Нормально. Как ни странно, защита бретонцев идет, мне кажется, пока что под их диктовку. То есть эльфы ничего не добились. Эльфы... Надо помнить о том, что эльфы инвалиды, ну, то есть без рижелов. А блоков в два куба без блока это на самом деле большой риск для игры без рижелов. Ну, вот этот нокаут сделал достаточно неплохое. Уравнял ситуацию на поле на самом деле. И лишний вышедший игрок. Блиц объявлен. И куда он пойдет? Я думаю, он вернется давать ассисты на эльф и пытаться выбить девятиарморного, как обычно это бывает. Стоит, опять думает. Да-да-да. Да, пошел девять... Нет, не дошел до девятиарморного. Уважает блоджера бодрее. Тут даже вкладку некому сделать, на самом деле, из-за того, что крестьяне встают в контакте. Нет, Дронг. У завров лонера только скидки. Ну, то есть джерни-мена скидки лонера. Завра можно купить на матч за отдельную плату. Или это и есть джерни-мен. Я точно не помню. Но вот те, которые выдают на матч, это только... Девятая броня. Смотрим. Не сыграло. Не сыграло, да. Здесь даже халфинга бы не пробили. Кто так бьет, вы же так не убьетесь. Небы ты, ничестный крестьянин, что еще так лучше сагрит эльф в метро сексуалов. О-о-о-о, я понял, что это будет. А, он будет направо вводить мяч? Да. Сейчас будет делать вкладку. Ну, не вкладку, пас будет делать. Потому что он не умеет вкладку. У него сломанная ночь, он не умеет вкладку. А, додж от такла. Интересно. Он такла, смотри, поставил, довольно хитро. И прям непонятно, как теперь делать додж от такла в ситуации, когда... Ну. Перебросов нет. Да, да. С другой стороны, мяч пока что все равно в безопасности. То есть можно попробовать сейчас сделать позиционочку. Ради того, что... А, не будет додж от так. А, нет, стоп. Будет, будет он. Скорее всего, наоборот, он прикрыл, чтобы крестьянин никуда не убежал в случае чего. И решает пас довать. Что-то рановато. Пас работает. Кетч работает. А как же там... А как же бретонский... Гуи де дисфлюем. Он же свободный формальный игрок. Да и после удара крестьянин аж два игрока свободных становится. Трикстер тоже. Единственное, что это, конечно, удар без блока. Не-не, я думаю, что... Это был ГФИ? Да. Слушайте, а ринг... Крепкий, нервы. Я думаю, что бить надо этим... Чельбертом за Трикстером. Жесть. Тут уже нечего терять, поэтому ринг накидывает. Да, и он не будет убегать, чтобы усложнить... жизнь. Ну, слушайте, эльфы показали, что они, на самом деле, очень храбрые товарищи. И... Уверенно... Уверенно прокинули два плюс, раз, шесть. Кубок скингов, что-нибудь. Не представляете. Потому что лучше деревенский кубок устроить, чем скингов. Что, эльфы остальные? Но если вы помните матч ринга со смоком в командном ГГ, в нашем маленьком был матче командам стримеров против про-игроков, то там крысы тоже показывали очень уверенное кидание. 4 плюс в критический момент с потерей всего. Да и в прошлом матче именно для этих эльфов они что-то какие-то были не очень стальные. Запас стальные. Думают, да? У меня думают. Да, да, да. Формальное выбивание мяча есть. То есть, есть... сейчас я подумаю, как сейфовия. Формально можно делать додж каким-нибудь четырех силовым, ставить его, снимать контрразист с крестьяна, крестьянином, толкать игрока блоджера и с двумя гафеи бежать трикстером побивать мячик. Минус в чем, что бретонский в рестлинг он не дает тактического преимущества. Потому что ты падаешь, он падает, он встает, подбирает мяч и все равно стоит. Ну, то есть, хотя, с другой стороны, он не добежит в этом случае. Может быть. Нет, интересный ход у бретонцев. Непростой и шансы есть. То есть, несмотря на то, что ринг все прокинул, да что хотел. На самом деле, мне кажется, ты слишком сильно мучаешься. Сейчас будет, смотри, крестьянином один д-блок направо, всочнее. Всочнее? А зачем? Чтобы он ассист... А хотя, действительно... Подожди, они начинают ассисты давать просто. И вот этот вот 2д-блок вниз. Ну, в прям? А что там? Там на двойке упал этот гард как раз Дес-Люви. А, он не сдоджил? Дес-Люви. Он на этом упал, на Рестли. Освободился, собственно, Трикстер. То есть, уже есть один д-блок точно с ГФИ. Там можно вроде еще сдоджить, но там доджат так, вот в чем проблема. Нормально, можно крестьянным сдоджить. Подожди, он меня отдумает пока. У меня вот, я захожу в игру, у меня ожидание сервера. Как будто они уже закончили, знаешь? Четырехсильный побежал, додж спрокнул. Радио трансляции. Додж сработал, но он упал на ГФИ на первом же. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Подожди, а он... Перебросов уже нету. Он четырехсильным убежал, еще с другого конца поля. Прокинул. Добежал. Да. Без реролов, ну и два ГФИ, раз ГФИ. Куча двоек. Он просто кинул раз, два, три, четыре двойки, по сути. И шестерку в итоге нашел, поймал за счет кетча четырехсильным игроком. Ой-ой-ой, интрига. Просто играют крепкие ребята, которые не боятся. Ну, с другой стороны, на этом этапе игры уже очень тяжело бояться, но... Уже нечего бояться. Уже остается только... Да! И один Д-блок этим крестьянам, как я и говорил. Конечно, конечно. Этот Д-блок ничего не меняет. Если крестьянин падает, то не находится лишнего куба. У четырехсильного. Ну что, теперь у эльфов почувствовали, крестьянин, смотри, почувствовали силушку. Один Д-блочную. Я думаю, что не будет этот парень ничего делать. И будет. Я бы стоял. Кстати, переброс-то действительно сыграл. Не было бы переброса, сейчас бы не было бы выбивания вообще. Зря он, мне кажется, Бернарда этот зачем-то увел. Потому что выбить его было бы сложно. Бить по нему надо было бы так листом, а так лист значит бы не попал к мячу. Так, что делают эльфы? Эльфы решают, что избивать крестьян. Пора. Сейчас будут облюблять, скорее всего, четырехсильного, но это четырехсильный. Крестьяне терпят нормально, без проблем. Кстати, нормально, Блоджер теперь на себе держит двух бретонцев. Что дальше? Так, окей, два эльфа держат двух бретонцев. Один, четырехсильный. Четырехсильный, да, хрена держишь. Крестьяне держатся, тровером. Почему с этого угла? Ага, ну да, все правильно. Он передаст просто крестьянину с рук на руки. Надо, чтобы они бегали. О, минус Патрик. Патрик будет рассказать, как он лицом. Как он лицом танковал. Как он, как эльфис кулака не смог его травмировать по лесу. И вот сейчас очень важно, что с быстрее делать, потому что хочется ударить крестьянина, а в действительности перевести его в позицию сейфти тоже очень хочется. Ну, потому что это очень важный игрок при такой экспозиции. это додж, он сейчас подставит лайнера крестьянину и додж... Ладно. Он наоборот делает. Ну да, конечно, что переживать? ну а что, он сейфти. Не, нормально, от него не убежает, хотя скорость у них одинаковая. Вот сейчас, если этот четырехсильный найдет по нему шестерку, выбит его с поля и убежит. Кто потом будет останавливать? Фол. Фол, горда и слабенький. Слушай, это кто вздыхал? Вздыхал бретонец или этот нападающий, когда фалил? Бретонец, скорее. Очередной раз! По звуку было непонятно. Просто звук голос был как-то вешал. А что, матч? Фолы. Матч интересный. Пять ходов на то, чтобы бретонцам выстоять, ну а может быть даже забить. Ну, 9-й арморный точно будет лицом сейчас торговать от красавчика Тима. Думаешь? Угу, там гард и, соответственно, 2D-блока вниз есть. Лонеры сейчас тут будут 1D кидать. Не, не должны. Будут. Я бы блицевал красавчиком Тима и бежал бы помогать на передовую. Есть такой вариант. Может, тебя подслушивают сейчас? А, кстати, хорошая идея. Открыл кому-то идею. Да, да. Если бы я был высшим эльфом, я бы блицевал красавчиком. Тима и бежал бы помогать. Один D-блок. Один D-блок без переброса, действительно. Интересно, почему? Я не очень понимаю, честно говоря. А, он хочет направо прицелуть. И опять стрелки. Куча стрелок. Слушай, я-то думал, что он направо будет прицеловать, а он прицелует налево. Потому что направо легче повалить, да? И атаку заодно уйдешь. Да, да, да. Ну, и что, теперь стоим, стоим. Не, это додж, это додж, но куда? А зачем мне? Додж сразу проигрывает матч. А стоим еще вообще непонятно, как у него мяч выбивается. То есть, доджа, если ты не меняешь принципиально ситуацию, ну, потому что тебе все достанет. А почему непонятно? Ты парнем, парнем без блока делаешь удар по блокеру, и резко на сайдстеппера появляется удар, видишь, додж. Он бежит вперед, но я не понимаю, почему. То есть, вот что он сейчас, он не улучшил уже свое положение, а рисковал проиграть матч. Паф. Или улучшил. Да не, не улучшил, по нему найдется два куба сейчас. Да. Без особых проблем. А там, где он стоял, ну, там надо больше выдумать, чтобы найти. Удар с блоком по крестьянину раз, это уже два игрока свободных. Удар с блоком по вот этому парню два. Сейчас там. Там ангард будет, Мартхейм будет, часиков шесть. Может быть, чуть-чуть позже. Может, это срочно по крестьянину. Не, я понимаю, почему он сюда побежал, потому что, если здесь его завалят, то рядом будет много своих и гардов много, то есть не так все просто будет для Эльфа. Эльфа уже сейчас как инвалид играет, хотя сейчас уже все играют как инвалиды. Сейчас посмотрим. Не, может быть. Ладно, я не знаю, просто этот додж, по-моему, был более рискован, чем хотя фиг знает. Ладно, типа сет неплохо играет на самом деле. Мне нравятся некоторые решения, даже вот решение с доджем, которое привело к Сталингу в другую сторону. Так, ответственный момент. Двоечка. Это не самый плохой результат. Если бы были стрелочки, то он бы отрывался вообще от Эльфов. А так он когда-нибудь стоит внутри Эльфов. Самая проблема на данный момент, что вот переброс нужен, а его нету. Как-то он потрачен на крестьянина. Смотри, этот, Эльфы бьют по бретонскому рыцарю, сломят, дай мяч. Стоит, просто терпит, но мяч не отдалет. И везде один деблоки. С додж-лонером. Окей. Окей. Додж-лонером? Да. У меня уже нет доджа. По трапам все примерно близко. Ну, то есть, вернее, всю игру Эльфы были в большинстве. Ну, они и сейчас на одного больше. Даже, да, на одного, потому что по запаске у каждого было. Запаска, кстати, валяется, по-моему, даже. Это было три, это серия один матч. Это один матч. Бо-3 у нас в финале. Так. Если поднимать Трикстера, то это ГФИ. Зато сразу появляется два куба, если как только Трикстер подходит подходит. Ага. Когда будут боевые корпорации, но, скорее всего, на следующий теремин. гард, гард, Снизу сейчас раскидают всех. В финале. Кто у нас играет в финале? Я помню, Ренегат. Ренегат и Акснар. Два Завра. Два Завра. Основной меценат дошел до финала, заберет деньги и уйдет. Это вызов этим так называемым профессионалам, которые играют в кубке вроде меня, Коляна, Дженни, Данта. Типа там высший дивизион Руба Белл и спонсор доходит до финала. Кстати, вот стрелки выпали на 2D-блоки и ухудшили бретонцам немножко ситуацию. Теперь надо доджиться. Будет, если что. Что, твоего друга не прерываясь трансляции, потому что у него нет этого бага с рассинхроном, который у меня происходит раз, ну, не знаю, 5-7 минут. Какие храбрые бретонцы, конечно. Не, он тут с Ролланд 3+. Там так вот, то есть он сейчас будет... О, он находит шестерку под такло. А дальше штат? Интересно, зачем Блиц? Назад. Это дождь назад. Слушайте, ну, эти рыцари мячик держать умеют. Ветри против Хаоса особенно хорошо играть. Ну, может быть, НТМА, но против Хаос с такой маленькой вероятностью доходил до финала, что это не страшно. И за 15 матчей Хаосом просто нельзя вырастить нормальную команду. Ну, может быть, можно. Нет, для Хаоса маловато будет игр просто. Дима, теперь походу на овертайм тащит. Так овертайм уже есть. А, он на пенальти тащит? Слушай, на пенальти же будут... Если же овертайм не решит. Ну, почему 300 спартанцев ранится у одного игрока все на поле? 300 против 299. Да, почему бы нет? Мне кажется, нам интересно стало, кто сыграет с ифовией. Не знаю, Ренегат. В целом, ситуация очень сложная. Если эльф уже справился с психологической потерей преимущества, то она примерно равная. Если не справился, то нет. То у британцев преимущество. Потому что они в принципе в сложной ситуации за мяч зацепились и выдержали. Это минус 2 куба? Нет, это удар вниз. Пытаются похоронить этого надоедливого Гарда. А Гард-то выжил. Ну, выжил, нормально, он сейчас двигаться не сможет. Сейчас, скорее всего, будет додж бросающим. Да, наверное. Или удар по Кристиану. Здравствуй, МКВД. И так, опять стоит рядом с Филиппом ДП, который от него отбивается каждый ход и убегает. Скорее всего, знаешь, как будет? Ассист снимут, точнее, дадут ассист парням с блоком, парень с доджом убежит вниз, и уже лонер будет бить по Кристианину. Ну, может быть, да, может быть. Хотя парня с блоком хочет сейчас поближе к месту событий подвести непонятно правда как. Вообще, по-другому все произошло, окей. Я думаю, что вначале будет удар по Кристиану, а потом освобождение Кристиану, передача его веща и уход олддагом, уход за горизонт, отбирает двойной. В очередной раз Кристианин побеждает. В рестлинг, кажется. Ну, тут уже седьмая броня проиграла. С другой стороны, там и девятая бы проиграла. Десяточка на пробой, тут, понятно, делал шесть. Ну, маль за третье место выдался интересным. Сначала допрещала довольно какую-то простую игру для эльфов, а потом куча всего произошло и ничего не получилось. А потом кубовый откат. Там непонятно, на самом деле защита от эльфов была такая не до конца понятная, почему так легко брутонист прошел. Помимо того, что он будет адский совершенно брутонист на своей скорости. Это, кстати, очень хороший игрок. У меня думает сейчас. Думает. Думает, размышляет. Все-таки контакта много, надо все как-то распинать. Все, рома нет. Стрелка есть одна. А, уже стрелка, я думаю, что эльф должен просто мячик миссис Блитон заточить. И куда-то на Блитце будешь перебегать. Опа. То есть этот додж без доджа будет меченосцем. А что он сделал с этим? Он ударил куда на Блитцову? Он гардотаклером ударил по Блоджеру объявив Блитц и убежал наверх. Опасный момент. То есть дебосирующим победить хочет. Он сделал вид, что хочет перейти на педальце. И крестьяне перешли на 1-д блоки. Ну, в принципе, это сейфовия. Блин. Сейфовия было бы ударить в 1-д блок по эльфу, потому что это тоже 3+, стаклом. Но мячик бы ты не терял, если с крестьянином было по... быстрее, да? О, дождь не удался. Но мячик по запасности. Ну, по сравнению с тем, как это было весь тайм. Мячик по запасности. Там всего 4 эльфа может подойти к нему. Как думаешь, будут выбиваться? Держит. Горда, судя по всему, опять будет выбиваться. Не, это не 4-х сильного. А может, и 4-х сильного. Смотри, как этот встал. Драйвер. А непонятно, откуда ударится. Непонятно, откуда ударится. Сейчас посмотрим. Надо поднимать лайнера. Надо где-то ассист стать. Парень с блоком просто одиноко стоит. Его все забыли. он караулит этого лягачего бетонца в спину. Через клетку. Да, но как-то эльфийское дыхание, оно очень мощное. Привет, процесс. О, он даже не прикрыл. Скорее всего, гарда. Я думаю, что гарда. Да, удар по гарду. На рестле упал. Вот тут борьба играет в пользу бетонца. Ну, то есть, редкий момент, когда мы поиграем в пользу бетонца. Потому что так упадает, так упадает, и из-за этого Филипп Депи имеет шансы убежать вперед. И что интересно, если он убежит, не факт, что эльфос могут его остановить. Ну, тут пока мне не очень понятно, куда он побежит. как? А, он будет делать блиц. как раз мачете. Мачете, Он не мачете, он мачете. С такими ногами он мачете. Да, он сделал гфм. Ну, и давай, два д-блок по крестьянину. Грязный крестьянишка. Пошел. Ну, что? У эльфов один ход на гол. И добегает только с двумя гф и двумя эльфа. Как-то получается, что вроде матч за третье место, а вроде и пенальти как-то, ну, некрасиво. А еще получается, что вроде как и 50 ТВ за силу, а вроде как на 110 отыграл, на четвертого блицера. Все-таки это как раз от силы ожидаемо, особенно, если я в силу на главном мячоносце и он блоджер и сайдстепом. То есть, на самом деле, это игрок. и так во всего два. Да, эльфов мало. Инструментов эльфов мало было на выбивании мяча. И гордов нет совсем. Так у меня думает. Думает. Вот, ударил лонера, освободив двух христиан. Сейчас снимет ассист. Вот побежит ли он или не побежит? Шанс эльфам забить довольно маленький. Даже если сейчас ошибется или-то бретонец. Но если вдруг он из-4 сильный проберется на весь своему вперед, если вдруг он проберется, то его можно будет и не остановить на следующий ход. Ну, из-за того, что там надо два куба будет сложно искать. Привет, фанмод. Сейчас посмотрим, что получится. Но тут пока... О, блиц пошел. Блиц назад. И двойки выпадают. То есть, это ни разу не блиц. Дайв пять. Опять очередное. Не, он может два доджа минус два делать, но если он хотел бежать вперед на пофиг, ему надо было подстраховывать и подпирать этих эльфов стоящих. Ну, с двумя гуфи, которые добегают. Если бы он подпер их крестьянами, то на самом деле, может быть, сейчас можно было бы бежать, потому что эльфу просто никто не добегал. Вот если бы он так подперл до удара. Крестьяне бегают, подпирают сзади. В деревне будут рассказывать, да я эльфу подпирал. Сзади. Не давал его забить. Привет, Диамет от СТББР. Это широко известный в узких кругах стример Блудбола в группу Бл. И кубов я хороших не вижу. И ассист. И кубов он хороших не видит практически никогда. Да, да. Не дают. Зато я основал свою церковь. Церковь с докторами? Ты имеешь в виду? Да. Приходи ко мне лечиться, хоть коровы, хоть волчица. Таким людикам без разницы. Если валит сейчас игрока, горда, то будет два куба с таклом. Если мяч отскочит в руки эльфу, если он добежит ногов и сделает несколько сложных доджей, ну, один сложный доджей, два сложных, один очень сложный, то эльфы забьют гол. Но нет, выбить мяч у Бертонского нельзя. Можно, можно. Сейчас еще один удар будет. Ну, имеется, это будет удар в один куб уже. И игроком, который должен забивать гол. Ииии, ладно. Да, теперь же затащить якова. Это это овертайм. Это не овертайм? Ой, это пенальти, да. Крест на пенальти рассинхрон бывает. Я боюсь, что кубы на пенальти бросаются сразу. То есть, скорее всего, анимация на пенальти это уже просто бутафория. Иии, я просто не смогу перезайти, потому что результат матча уже будет готов. Блин, насколько же хорошо сыграл сайдстеп в этой игре? И сайдстеп, и четвертая сила, и... На самом деле, все сыграло. Вот если посмотреть, все сыграло. Нельзя сказать, что у вертвых скилды тоже не работали. Ну, работали. Минус ноги на кидающем хорошо работали. Дождь не сработал, такл сработал. Мяч выпадает к эльфу в руки. Время заносить, но ход уже не тот. Перезайти сразу, уже не успею. И пенальти. Серия пенальти. Смотрим. Скрипят бретонцы в чертых рамках. Все скрипят. Так, это при толстке блогере не знава, кто забивает. Хороший удар. Или эльфы даже там смотрят на это дело. Багают, смотри, смотри. Эльфы несчестно делают. По правилам ногами надо забивать. Или эльфы бросают руками, и мы так нормально. Ну, это, в принципе, тровер был сейчас. Да, да, да. Типа, ему можно гильзи троверов позволять ему. По правилам надо в ворота лупить ногами. 2-1. Полусуслики пока ведут. Да, да. Нормально. Линейка тоже как тровер метает. Сейчас крестьянин будет бить, промахнется. Больше эмоций? Нет, не бигфит. Никаких эмоций. Плотбол это не про эмоции. Плотбол это про чистый блиц. Блицер все нормально делает. Он знает, как он. Такое, что сейчас лежит, они просто знают, что до них еще нескоро очередь дойдет. Ой, кривая линейка. Вот неправильно, неправильно не надо было давать линейке кидать мяч. Тачдаун. Ну что, поздравляем депассира. Он в честной борьбе, надо сказать, с... 25 пробоев брони, смотри. Хорошо напинал, это за сколько? За 62 добора. Эльфы больше били, больше пробили, а что-то толку как-то и не нашлось. Те же самые две травмы, абсолютно, вот смотри. Ну, на кого-то было больше, и, собственно, интересно, насколько сильно тратареролла именно эльфам повлияло на игру, то есть, да, депассирует, да, ли шанс поисправить его шутки молодости. 14 на 12 эльфы, кстати, чуть больше набрали опыта. Ну, опыт ничто. Ну, теперь уже да. Да, игра была до последнего. Просто не надо давать линейкам бить по мячу до того, как позиционные не прокинули. Причем, бить по мячу в случае выше хэльфа это не совсем правильное выражение, потому что они его просто руками туда кидают. Ну, может, они это, щелбаны дают. Бьют щелбанами по мячу во время броска. Той же руки, в которой мяч держит. Нет, ну, всю защиту надо сказать сделать четырехсильный. После того, как ему мяч в руке отскочил, и все. Эльфы не смогли ничего подделать. конец первого, ой, второго тайма. Мне кажется, игру эльфы немножко подпортил. Вот этот потраченный переброс на крестьянина непонятный. С другой стороны, бретонцы, конечно, также поступили, но это было очень странно. И солидарность. Я не знаю, действительно, что будет, если вся команда будет перебита и надо будет бить пенальти, при том, что очевидно, что за там 28 ходов или сколько там происходит, 26 ходов, собероятность такого чения обстоятельств выше. То есть, что дотянув до пенальти, какая-то команда может слишком много получить. Тебе даже все не очень честны. Ну да, я считаю, что то, что Эльф кидают руками, это прям нарушение всех правил. Ну, плохо, когда у тебя есть плечи, ноги растут. Да, чем ты думаешь. А кидать надо руками. Вот. Ну ладно, спасибо тебе, Ставер, за компанию. Да, взаимно. Соответственно, матч получился хороший. Давай, я с тобой прощаюсь. Счастливо. Счастливо. Счастливо.